Всем добрый день, вы смотрите программу тема дня, меня зовут Никита Васильев. Ситуация с распространением коронавируса на территории Тверской области по-прежнему остается непростой. Тем не менее, с приходом весны, с приходом первых дней марта, ну вроде как, начинаем мы потихонечку видеть так называемый такой брежущий свет в конце тоннеля. Постепенно, день от дня сокращается количество новых случаев заболевших COVID-19 и вроде как ситуация в целом начинает стабилизироваться и выходим мы, наверное, из так называемой пятой волны. Так ли это на самом деле? Что вообще означают актуальные цифры заболевших коронавирусной инфекцией? Я напомню, что если в феврале мы фиксировали по полторы тысячи случаев, 1400-1200, такие цифры нам Оперштаб озвучивал, то с приходом марта количество заболевших каждодневно фиксируется не более тысячи уже, 800 и так далее. То есть постепенно количество заболевших снижается. Что значит эти цифры? Куда мы движемся? И какая на сегодняшний день обстановка с распространением коронавируса на территории Верхней Волжи? А также чего ждать от грядущей весны? Чего ждать от ближайших нескольких месяцев? Обо всем этом мы сегодня поговорим с человеком, который, скажем так, один из тех, кто держит руку на пульсе, который работает в регионе, в первую очередь, по этой теме и занимается всем тем, что касается борьбы с распространением коронавируса. Руководитель управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Феликсович Выскобов сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня пришли в нашей программе. Участвуйте. Арнольд Феликсович, первый вопрос. Действительно, мы день от дня постепенно видим снижение количества заболевших коронавирусом. Что это значит? Выбираемся ли мы из пятой волны, если так неофициально говорить? Какова сейчас ситуация на территории нашего региона? Вы знаете, вот рост заболеваемости начался со второй недели января. Практически сразу. Причем очень активно. И в отличие от предыдущих так называемых волн, которые вы говорите, мы их называем просто эпидемический подъем заболеваемости. Он отличается тем, что у этого подъема нет так такового плата. Резкий подъем и резкое начинается снижение. И снижение мы видим уже на протяжении трех недель. И если на шестой неделе была самая высокая такая заболеваемость, когда ежедневно регистрировалось по полторы тысячи и по 1600 случаев и более, то сейчас регистрируется почти в три раза меньше ежесуточный прирост. Поэтому снижение приходится где-то на 20-30% в неделю. Это довольно-таки резкое снижение, мы видим. Вместе с тем, это связано в первую очередь с тем, что распространяется все же омикрон. И мы исследовали с помощью наших коллег в научно-исследовательских институтах. То есть мы видим картину, структуру. На сегодняшний день омикрон занимает более 70% всех заболевших, циркуляция омикрон. 15% у нас дельта продолжает еще оставаться. И 15% у нас иных измененных вирусов, значит, коронавирусов. Что это означает? То, что у нас, во-первых, и структура заболеваемости изменилась, и возрастная структура заболеваемости, по тяжести. И мы практически с несколько иной инфекцией сейчас имеем дело. Хотя возбудитель измененный коронавирус. То есть это типичная такая остро-эспираторная вирусная вспышка сейчас происходит. Конечно, еще есть дельта, поэтому те, кто не привит или те, кто имеет очень много разных сопутствующих заболеваний, к сожалению, эти граждане еще остаются на больничной койке, попадают. И, к сожалению, мы еще имеем летальные исходы. Вместе с тем, что, опять же, следует отметить, вот при таком росте заболеваемости у нас уровень госпитализации не изменился. А это означает, что да, те 15% дельты, это примерно тот уровень, который мы с вами имели в декабре месяце, и он примерно остался. А вот омикрон, это как бы пошла дополнительной вспышкой, от которой, да, у нас количество заболевших, у нас очень большая была нагрузка на амбулаторно-поликлиническую помощь, нашу службу. Конечно, люди надо выписать и больничные, назначить лечение, кому-то выдаются лекарственные препараты. Это большая нагрузка на здравоохранение. Но вот эта вспышка омикрона, она не привела, во всяком случае, к большим потерям, человеческим потерям. Это очень, в общем-то, положительно радует нас. Вместе с тем, поэтому сейчас идут определенные, как вы уже сказали, снижения ограничений. Федеральная служба публиковала, значит, можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора, новые методические рекомендации в связи с большим распространением омикрона, как себя в этой ситуации вести. Но на самом деле, в первую очередь, все равно мы должны соблюдать с вами респираторный этикет. Это хоть такое название, которое уже два года активно вошло в нашу жизнь. Масочный режим. Это пока на сегодняшний день очень хороший инструмент, который позволяет все же уберечься от разных респираторных инфекций. Второе – это дезинфекция. Да, сейчас в связи с распространением омикрона нет необходимости содержать большие дистанции. Сейчас рассматриваются вопросы снижения ограничений по массовым мероприятиям. Но у нас больших ограничений в области и не было. Ну, во-первых, мы, хотя мы и идем по заболеваемости, если граждане за кто-то следит, видят, что у нас сначала идет в Москве, Московская область, и через неделю-две недели приходят, конечно, к нам ЦФО, те, кто рядом с Москвой. Дальше подключаются другие регионы – Южные, Северные, Зауралии и так далее. На сегодняшний день следует констатировать, что у нас всего четыре региона в России, где есть еще рост. Но это отдаленные регионы на Дальнем Востоке. А так снижение идет по Центральному федеральному округу. Мы на сегодняшний день 11-й, 12-й по рейтингу заболеваемости. Они же всех сейчас Москва, Московская область. Это потому что там уже завершается процесс. У нас он тоже уже, во всяком случае, вы правильно сказали, брежется, видно, что происходит. Но вместе с тем, что здесь немножко тревожит. И это должны, в общем-то, все понимать. Если раньше вот так называемых иных изменений, значит, коронавируса было где-то 8-10%, то сейчас 15%. То есть, омикрон продолжает, да, не омикрон, а продолжает коронавирус меняться. На сегодняшний день эти все изменения пока являются незначимыми для нас. То есть, они не приобретают каких-то больше последствий, не летальных, не на распространение. Но вместе с тем, раз он меняется, значит, у него еще пока остается возможность это меняться. И мы можем это изменение предотвратить только одним. Это массовым иммунитетом. Как только не будет возможности ему проникать в организм человека. Где он, собственно, да, и мутирует. Конечно. Как в котле варится. Тогда, да, тогда нет так называемой неиммунной прослойки. Тогда ему не будет возможности меняться. И мы с вами, в конце концов, я уже как-то говорил, снимем и эти маски. Ну, давайте тогда немножко поподробнее поговорим о коллективном, так называемом, да, иммунитете. Насколько его уровень сейчас в регионе, к чему мы идем. Но обо всем этом мы поговорим после небольшой рекламной паузы. У нас перерыв. Вернемся совсем скоро. Не переключайтесь и продолжим разговор. Вместе с руководителем управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольдом Выскубовым. Говорить о том, какая на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса на территории Тверской области. Не переключайтесь. Мы возвращаемся. Вы смотрите программу «Тема дня». Я напомню, что сегодня вместе с руководителем регионального управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольдом Феликсовичем Выскубовым мы беседуем о ситуации с распространением коронавируса на территории региона. Напомню, что в первой части программы руководитель ведомства уже рассказал нам, что действительно ситуация постепенно выравнивается. Мы выходим из того затяжного пике, если можно сказать, по количеству заболевших, когда ежедневно фиксировались до полутора тысяч новых случаев в день. Сейчас ситуация иная. Меньше тысячи. По последним данным 800-900 человек каждый день прирост. Но, тем не менее, тяжело заболевших среди них минимальное число. И большинство заболевших переносит, конечно, заболевания амбулаторно. Арнольд Петрович, начали мы говорить в первой части о коллективном иммунитете. Давайте напомним нашим зрителям, слушателям, что это такое и каков на сегодняшний день в Тверской области уровень вот того самого иммунитета коллективного. Ну, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, по рекомендациям нашей службы, Министерства здравоохранения, коллективный иммунитет должен быть не менее 80% для этого заболевания. Он складывается из тех людей, которые переболели. И считается, что у них, значит, не менее, ну, от полугода до года есть иммунитет. Антитела, так сказать. Антитела, да. Могут быть в достаточном количестве, чтобы предотвратить иное заболевание, либо тяжесть заболевания. Второе, это те, кто привился, и бывают еще те, которые, возможно, перенесли заболевание и не знали об этом по той или иной причине. Такие есть у нас бессимптомные, такие у нас случаи есть, и у них выработался иммунитет, именно те иммуноглобулины, о которых идет разговор. Поэтому вот этот вот коллективный иммунитет. Конечно, самое главное, это даже после заболевания мы рекомендуем все же продолжать прививаться и продолжать прививаться и ревакцинироваться. Ревакцинация через полгода. Некоторые, значит, сейчас 21 числа февраля, значит, по приказу Минздрава, значит, выдавать стали сертификаты именно тем гражданам, которые были обнаружены антитела. К сожалению, пока нет точных научных данных в мире о том, сколько надо этих антител для того, чтобы сказать, что у нас вот есть иммунитет. Но, учитывая то, что эти люди имеют этот иммунитет и встречались с этой инфекцией, поэтому принято решение на полгода им выдавать сертификат. Наличие и количество этих антител, как я уже сказал, не дает четкой гарантии того, что человек может снова заболеть. Он может заболеть измененным тем же омикроном, может быть, иным каким-то, иным измененным вирусом. Вместе с тем, знаем точно, что если человек все же имеет иммунитет, то есть он будет уже, во всяком случае, защищен. Защищен, он будет в меньшей степени подвержен тяжелым случаям, он в меньшей степени подвержен, может быть, и распространению каких-либо заболеваний. Ну, есть четкая, значит, прививаться надо обязательно после перенесенного заболевания, в том числе. Значит, рекомендуют полгода после перенесенного заболевания. Поэтому сейчас происходит, как я говорил о том, что надо не только ослаблять, а увеличить вакцинацию. У нас, мы смотрим на определенную категорию граждан, которой я принимал два постановления, мы отслеживаем примерный уровень иммунитета в этой категории граждан. У нас он довольно-таки высокий, около 80%. И наши все большинство хозяйствующих субъектов очень отнеслись к этой истории с пониманием. И я понимаю, и работники многие. Да, конечно, мы имели и жалобы, и были судебные разбирательства, были приняты однозначные решения во всех инстанциях суда о том, что эти постановления были законны и обоснованы. Конечно, это в том числе и спасло многих жизней. Дальше. Мы очень внимательно следим за группой 65+. Почему? Потому что это наиболее уязвимая категория. На сегодняшний день привитость среди этой категории 75%. Это довольно-таки высокий показатель, но еще недостаточный. И оставшиеся наши граждане. Поэтому у нас уровень коллективного иммунитета, мы считаем без заболевших, мы считаем около 60%. С учетом заболевших, мы пока, к сожалению, не достигаем того 80% уровня, который нам рекомендован. К сожалению, уровень привитости, но граждан еженедельно мы подсчитываем, он несколько снизился. Но он снижался объективно, потому что был рост заболевания. Граждане хотели либо ревакцинироваться, либо вакцинироваться, а они не смогли, потому что они в этот момент сами либо заболели, либо находились в контакте, либо еще какие-то проблемы. Сейчас заболевание отходит, и нам надо добить эти 80%. Для чего? Для того, чтобы вот эти измененные 15% уменьшались. Если вдруг опять останется вот этот лак, в этот период промежутки могут продолжать изменяться вирусы, и мы можем получить какой-то не то что омикрон, еще более агрессивный штамм, поэтому это надо сделать нам желательно до наступления лета. Вы правильно сказали, что у нас число вакцинированных увеличивается постепенно, пусть немножко и было какое-то снижение. В том числе и подростки с недавних пор у нас вакцинируются. Насколько вот это важный аспект в этой работе, и насколько сейчас семьи с подростками, с детьми откликаются на это, на вакцинацию? Значит, ну у нас с 12 лет зарегистрирована вакцина, которую можно вакцинировать подростков с 12 лет, обязательно с письменным согласием родителей. Но я, наверное, обращусь и в том числе, в первую очередь, тем родителям, которые сами переболели, либо у которых болели их родственники, более пожилые, и особенно те, кто потерял кого-то из своих родственников, в первую очередь, наверное, направить своих детей на эту вакцинацию. Бояться ничего не надо. Причина. Да, подростки и дети переносят очень легко это заболевание. Но мы пока до конца не знаем о тех последствиях, которые этот вирус принесет. Мы знаем уже эти последствия на людях, которые уже имеют, и молодых, когда поражаются и суставы, сосуды, и есть неврологические, психиатрические, уже в литературе много описано случаев. Поэтому не надо подвергать опасности заболевания своих детей, подростков. По детям пока еще не зарегистрировано. Я знаю, что продолжается разговор по этой вакцине. Но вместе с тем уже подростки тоже меняются. Происходит у подростков, происходит в том числе и гормональное изменение. Как это повлияет тот же коронавирус на их, в том числе, и половое развитие, и в том числе, на дальнейшее развитие их сосудистой системы, неврологической и так далее. То есть поэтому риск не нужен, лучше привиться. Ну, тем более спектр, да, вакцин он широкий. Давайте напомним, какие у нас сейчас вакцины доступны как для подростков, так и для взрослого населения. Какая наиболее популярность? Для подростков пока одна вакцина. Да, это вакцина одна. Значит, все вакцины, которые у нас есть, они зарегистрированы. У нас есть, ну, большой спектр в области. Это вакцина, конечно, спутник В, спутник Лайт. У нас есть и Пивак Корона, Ковивак. Значит, ну, Ковивак и и Пивак Корона, их в меньшей степени поступают в область. В общей сложности что-то 5% от всех видов вакцины. В основном, значит, спутник В. Вместе с тем, в некоторых регионах другие вот эти соотношения. Ну, так вот сложилось, это поступает. Я сам прививался и спутником ВИИ, и очень хорошая вакцина, которая реально меня защитила и от Дельты, и пока защищает от Абикрона. Хотя я знаю очень много случаев, когда граждане болели и сначала от Дельты, и третий раз болеют Абикроном. Поэтому лучше минимизировать вот это заражение, в том числе с помощью соблюдения тех ограничительных мер. Ну, вот как раз-таки, да, предвосхитили вы отчасти мой вопрос. Вы были в числе, или не вы были в числе тех, а вы тот человек, который во многом инициировал на протяжении пандемии, да, вот этого полутора, уже двухгодичного периода, так разного рода ограничения своими постановлениями, да, вы их вводили. Давайте напомним, вот официально, Управление Роспотребнадзора, да, какие на сегодняшний день у нас в регионе действует ряд ограничений. Есть дело в том, что, сейчас открою такую тайну, значит, у нас создан штаб. Этот штаб заседает, ну, еженедельно однозначно, и плюс по необходимости были случаи, когда заседали ежедневно, иногда даже по два, по три, по два раза в день, да. Значит, изучается вот ситуация, вот как эпидемиологическое, что происходит, докладывается также ее медицинская составляющая, это и койки, это и вопросы летальности, тяжести, и лекарственного обеспечения, кислорода, много аспектов экономических и так далее. И, значит, в том числе мной предлагаются введения тех или иных ограничений. Или их снятия, например. Да, или их снятия, абсолютно. Который вопрос обсуждается, и опять же, по всем составляющим, и экономическим, и политическим, и медицинским, как, что на что повлияет, и потом уже распоряжением губернатора те или иные ограничения вводятся высшим должностным лицом субъекта. Также эти ограничения снимаются по той же самой схеме. Существуют, есть определенные ограничения, которые вводятся непосредственно главным государственным врачом Российской Федерации своими постановлениями, а также, значит, мои определенные постановления, это в частности касалось именно только вакцинации. Конечно, могут вводиться ограничения в целом по Российской Федерации, когда указом президента вводились там постановлениями правительства определенные моменты. Сейчас, как я уже сказал, есть рекомендации, как снижать те или иные ограничения. Есть пока два постановления главного государства санитарного врача России. Одно касается пока соблюдения обязательно масочного режима. По-прежнему это актуально. По-прежнему, да, актуально. Особенно, еще раз хочу подчеркнуть, обязательность ношения масок предусмотрена в местах массового скопления людей. Также на транспорте, также в лифте, также непосредственно, ну там, ну на транспорт я уже, в общем-то, сказал. То есть те места, где людей больше всего в тесном пространстве. Да, да, да. Дальше. Дальше ограничения, как снимать ограничения массовых. То есть есть определенные показатели. Есть показатели распространения инфекции за 4 дня, за 7 дней. Для омикрона, вот, характерно именно 7-дневный, он очень быстро идет процесс, четкий, понятно. Дальше. Есть процент прироста, ежедневный, еженедельный, а также уровень тестирования. И вот с учетом вот этих показателей применяются меры, допустим, от 500 до 1000 человек, свыше 1000, 3000 и так далее. У нас на сегодняшний день пока ограничение 500 человек, плюс, если это власть организует 800, почему, я сейчас объясню, и рассадка, немножко рассадка до 70 процентов. Почему? Потому что если организует власть, она четко-четко устанавливает вопросы соблюдения и температуры, и дезинфекции и так далее. Поэтому такое ограничение было снято. В принципе, до 800 человек мы вписываемся во все эти снижения. Другое дело, в некоторых регионах очень жесткие были требования введения QR-кодов. У нас QR-коды были 3 дня. Это потому, что у нас немножко иной регион. У нас нет метро, у нас нет крупнейших центров, таких, как, например, в Москве. У нас нет хабов, аэродром, аэропорты, железнодорожных вокзалов крупных. Нет пересадочных узлов и так далее. То есть с учетом у нас и населения, у нас, извините, менее миллиона населения вообще в городе Твери, а в наших населенных пунктах и так далее. Поэтому у нас ограничения вводились несколько лояльные такие. Хотя они тоже нужны были, и они действуют. Поэтому каких-то измененных, резких ограничений нет. Единственное, что масочный режим, дезинфекционный режим. Единственное, сейчас дистанция не требуется. Почему? Потому что омикрон распространяется в более другой форме. Это первое. Второе. Но вместе с тем, каких-то либо дополнительных мер, которые были для многих предприятий, организаций, они вот в этом плане сняты. Но и масочный режим, дезинфекция остается. Температура метрия в основном только своих работников. И на сегодняшний день очень важно. Человек, если заболелся, у него температура с утра, не надо ходить на работу. Сейчас дистанционно, в 122 вас перенаправят. Проблем нет. Выдают больничный лист в цифровом формате и окажут вам и консультационную форму. Сейчас проблем в этом плане нет. Сейчас единственный есть нюанс. Нам надо быстрее допривиться. Анатолий Алексеевич, немножко совсем у нас остается времени. Две минутки буквально. Короткий вопрос. Чисто вот, знаете, интерес такой живой. Вот вы сказали, напомнили нам, да, то, что у нас были QR-коды на три дня. Вот этот трехдневный срок, чем был обусловлен? Оно оправдало себя? Значит, нет, есть... Мы столкнулись с рядом проблем. Первое. Мы столкнулись с проблемой контроля за этими QR-кодами. Понимаете, не главное ввести их, а важно организовать, именно организовать за ним контроль. Причем контроль должен быть правильный. Понимаете, без... Понимаете, ну, так называется горлышко бутылочное. Когда много народу скапливалось в одном месте. Неготовность наших торговых центров, опять же, если их сравнивать с московскими, с Санкт-Петербурга, там немножко другой уровень, другая возможность, и другой возможность людей и организации охраны, обеспечения порядка и так далее. Это первое. Второе. Количества такого нету, как в тех торговых центрах. Понимаете, и получилось, что, вводя QR-коды у нас здесь, понимаете, в первую очередь, мы получалось, ударили по маленькому бизнесу, а количество людей при этом не изменилось. Буквально минуту до эфира, последний вопрос. Ваш прогноз весна-лето, каким они будут, и когда мы, может быть, уже будем задумываться об окончании пандемии? Ну, прогноз пока, пока на сегодняшний день, он такой положительный. Мы видим, идет снижение, мы видим, что в мире пока нет новых штаммов, где-либо, и пока нет иных видов подъемов, поэтому у нас пока положительный прогноз. Очень важно для нас еще организация летнего отдыха детей. Мы в 2020 году, практически у нас его не было, в 2021 году он был на 50%, то в этом году мы планируем, что дети должны полностью отдохнуть. Вот важно будут какие-то ограничения, даже не ограничения, будет фильтр входной, и обязательно привитость наших сотрудников, которые в этих оздоровительных учреждениях. Вместе с тем, максимально привить граждан до лета, чтобы в конце концов летом встретить уже без масок. И, но, готовиться к сезону осеннему, как обычно. Да, такому традиционному, скажем так, сезону, эпид-сезону. Спасибо большое. Напомню, что руководитель регионального управления Роспотребнадзора был сегодня у нас в гостях, но беседовали о том, что по-прежнему нас сопровождает коронавирус на протяжении двух лет уже. Мы живем в состоянии борьбы с этой инфекцией. 17 марта 2020 года. Совсем скоро уже получается будет юбилей. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Смотрели вы программу «Тема дня». До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова